Меня спросили, что для вас самые непостижимые в перестройке? Я сказал, что у меня самые непостижимые в перестройке, частный вопрос. Как Горбачёв, который, будучи человеком жадным, трусливым, получавшим деньги от англичан-американцев, смотревшим в рот Тетчер, Рейгану, а потом вместо Рейгана Буша, как он мог ослушаться англо-американцев и соединить Германию? Ему звонил Буш и очень жёстко говорил, не смейте объединять Германию. Ему звонила Тетчер и говорила, ни в коем случае, Михаил, не объединяйте Германию. Мы с нашими американскими партнерами этого не поймём. Более того, Горбачёв прекрасно понимал, что в условиях его соперничества с Ейцем объединение Германии приведёт к тому, что его спишут. И тем не менее, он пошёл на объединение Германии. Это что же такое было у немцев на Горбачёва, что он ослушался старших товарищей Вашингтонской обком партии? Как это так? Секретарь Московского райкома ослушался Вашингтонских товарищей. Это означает, что у немцев должно было быть нечто, что просто было убойно, что Горбачёв, то есть как вот сказка о Баладине, Рапланта, то есть он выступил по отношению к немцам как Рапланта. Но мы здесь вступаем в такую назывку, очень почву догадок. Это единственная догадка, которая есть у меня. Дело в том, что у немцев, когда они оккупировались Ставропольский и Краснодарский края, вообще она везде существовала, но там она активно внедрялась. Это программа, которую реализовывала немецкая полевая фельджандармерия. У нас почему-то думают, что есть такой миф, скажем, что якобы когда наши захватывали в плен армейских офицеров, их брали в плен. А когда брали эсэсовцев и их расстреливали, эсэсовцев тоже не расстреливали. А вот кого расстреливали, это полевую фельджандармерию. Что такое полевая фельджандармерия? Это люди, которые ходили в штатском и которые создавали агентурную сеть не на сейчас, на будущее. И работали они, у них была специальная программа с детьми 12-16 лет. И они активно это делали в Ставропольском крае, на оккупированной территории, где как раз жил Михаил Сергеевич Горбачев. У меня нет прямых доказательств, что он попал в эту программу, но единственное доступное мне объяснение, почему Горбачев сделал то, за что он оплатился, после того, как он объединил Германию, именно после этого англо-американцы его списали и сделали окончательную ставку на Ельцина. До этого они к Ельцину только присматривались. И Горбачев не мог не понимать, что его после этого спишут. Но тем не менее он это сделал. Вот для меня это одна из очень таких серьезных загадок, хотя перестройка к этому не сводится, и она не сводится к Горбачеву. Горбачев, Шеварнадзе и Яковлев – это были марионетки, в которых выдвинул очень мощный слой советской номенклатуры ГБ и теневого капитала для того, чтобы оттеснить КПСС от власти. Эти люди не понимали только единственное, что рано или поздно Запад перехватит этот процесс, что и произошло.